Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале СамарГиз. Вы смотрите программу «Территория права» и мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков. Ну а сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, я напоминаю, телефон на прямом эфире 202-11-22. Именно по этим телефонам мы ждем ваших вопросов. Ну и тема нашего сегодняшнего разговора очень важная. Поговорим мы сегодня об изменении законодательства. Так первый вопрос. 3 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов, затрагивающих и нотариальную деятельность. Вот Инна Борисовна, как вы оцениваете эти законы и насколько они полезны обществу в целом? Да, действительно, 3 июля 2016 года президент подписал два закона 332-й ФЗ и 360-й ФЗ. Эти законы вносят массу изменений в действующую законодательную базу. Изменения коснулись ряда нормативно-правовых актов, что наиболее важно для нотариальной деятельности, что важно для граждан, что актуально на сегодняшний день. Прежде всего, хотела бы выделить несколько тем, которые они затрагивают. Это как же происходит и будет происходить взыскание задолженности, как будет происходить отмена доверенности, как на сегодняшний день будут вестись списки участников в обществах с ограниченной ответственностью и как можно проверить подлинность доверенности в сети интернет. Что касается подробного использования и применения этого федерального закона, это, конечно, в каждом федеральном законе есть наиболее подробная процедура. Поэтому будем отвечать на ваши вопросы, будем отвечать на ваши вопросы и расскажу о каждой процедуре в отдельности. Обязательно именно так и поступим. Примем только первый звонок от уважаемых телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Территория права». Алло. Добрый вечер. Я бы хотела спросить, мне вот на праве собственности моему ребенку несовершеннолетним принадлежит квартира. Я бы хотела бы вот ее продать. Какие мои действия? Куда мне обращаться в первую очередь? Спасибо большое. Вопрос интересный. Самый главный актуальный жизненный инвест. Да, очень актуальный, потому что, может быть, еще не все знают, что с 2016 года и, в частности, со 2 июня 2016 года все сделки по отчуждению долей в праве собственности, в том числе сделки с долями принадлежащими несовершеннолетним гражданам, обязательно нотариальной форме подлежат. У вас есть несовершеннолетний ребенок. В рамках статьи 37 гражданского кодекса вы должны обратиться в органы опеки и попечительства. Для чего? Чтобы взять разрешение на отчуждение его доли. В этом разрешении будет прописано, при каком условии вы, как законный представитель мать, можете продать эту долю. Другими словами, что нужно приобрести на имени несовершеннолетнего ребенка взамен доли, которую он отчуждает. Будет непосредственно в этом разрешении указан адрес отчуждающего помещения и приобретаемого. Тем самым, потом, когда вы обратитесь к нотариусу с этим документом, нотариус обязан будет проверить, каким образом будет приобретаться на имени несовершеннолетнего ребенка недвижимого имущества, действительно ли принадлежит гражданину, с кем у вас будет впоследствии договор купли-продажи и по отчуждающей квартире, и по приобретаемой. Но прежде всего, в рамках статьи 37 гражданского кодекса вы должны обратиться в органы опеки и попечительства. Вы сказали адрес. А вот интересно, площадь должна соответствовать? Здесь уже непосредственно это относится к компетенции органов опеки и попечительства. Возможно, площадь будет неидентичная тому объекту, который отчуждает несовершеннолетний, но доля в приобретаемом имуществе будет, может быть, больше, чем в том объекте, который несовершеннолетний гражданин продает. Поэтому органы опеки рассматривают все документы, в заявлении законные представители родителей указывают причины, по которым происходит отчуждение, и причины, почему они покупают именно тот или иной объект. То есть в любом случае права ребенка нарушены никаким образом не будут? Ни в коем случае. Итак, продолжаем тему нашего разговора. Давайте остановимся около каждого пункта поподробнее. Вот исполнительная надпись. Это нотариальное действие было ранее, но что нового сейчас у законодателя ввел с 3 июля 2016 года? Расширились перечень документов, по которым может нотариус совершить исполнительную надпись. Другими словами, если существует кредитный договор, в котором специально оговорено двумя сторонами, кредиторам и заемщикам, о том, что взыскание задолженности может проходить по исполнительной надписи, тем самым кредитор впоследствии, в случае, если заемщик не исполняет свои обязанности, либо ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, вправе обратиться к нотариусу. Для чего? Чтобы совершить такое нотариальное действие по исполнительной надписи. Впоследствии кредитор обращается к судебным приставам. Это будет только в том случае, если на кредитном договоре учнена нотариусом исполнительная надпись, и кредитный договор, естественно, содержит такое условие о том, что вправе обратить задолженность кредитор на основании исполнительной надписи. Либо законодатель подумал о тех также договорах, которые уже на сегодняшний день не содержат такое условие, и оговорил, что также кредитор и заемщик вправе заключить дополнительное соглашение, содержащее условие о возможности обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса. Спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителей. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Звоночек у нас сорвался. Дозванивайтесь. 202-11-22. Телефон прямого. Эфир программы «Территория права. Нотариальные вопросы». Мы сегодня обсуждаем. Звоните к нам, пожалуйста. Ну и, конечно же, телефон и адрес Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты всегда ответят на ваши вопросы, но, разумеется, в рабочее время. А сейчас мы ждем ваших звонков, уважаемые телезрители, по телефонам, которые вы видите на экранах. Инна Борисовна, не усложняет ли новое изменение процедур выдачи кредитным банками? Вот если я вас правильно понимаю, то теперь кредитный договор необходимо удостоверять у нотариуса. И здесь же часто ли вообще обращаются за удостоверением кредитных договоров? Законодатель не предусмотрел обязательной нотариальной формы. Он лишь сделал оговорку о том, что вы можете обратить взыскание в этот кредитор на основании кредитного договора, который содержит особую оговорку о том, что задолженность будет происходить в более упрощенном порядке. Это прежде всего снимет нагрузку судов, потому что потом кредитор сразу идет к приставам. Это сразу снижаются споры между кредитором и заемщиком. И, конечно, просто облегчена процедура намного. Спасибо. Принимаем звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, вот жена владелец, собственник жилого дома, земельного участка. Она хочет планировать оформить завещание на пользу своих детей от первого брака. Значит, у нее имеется муж, который проживает на этой территории. В общем-то, никто не собирается его выписывать и так далее. Но он не является собственником. Он опасается, что при собрании завещания он утратит право на это вообще имущество. И как сделать? Возможно ли, чтобы жена сделала оговорок, что в случае ее смерти он живет там же, а потом уже родственники становятся собственниками. Спасибо. Спасибо. Да, я поняла ваш вопрос. Свобода завещания у нас может ограничиваться только правилами обязательной доли. На самом деле, завещатель может разные распоряжения указать в завещании. В том числе, вполне логичен ваш вопрос о том, что вы желаете несколько защитить права лица, который пользуется, проживает в этой квартире. Такое распоряжение можно указать в завещании. При этом оно будет действовать, естественно, только после смерти. Потому что завещание вступает в силу только после смерти. И это будет называться завещательный отказ. То есть наследники получат право унаследовать на основании завещания тот или иной объект. Но их право будет несколько ограничено тем, что будет право пользования обозначенного вами гражданина на протяжении всей его жизни, как вы указали в завещании. Вместе с тем, вы должны помнить о том, что приобретенное вами во время брака имущество наверняка вам принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. И неважно, кто является титульным владельцем. Если вы приобретали возмездным путем, и это имущество, например, оформлено только на вас, то у супруга, несмотря на то, что титульным собственником являетесь вы, будет право пережившего супруга. И тогда нотариус после факта открытия наследства, после факта смерти, будет выделять долю пережившего супруга. И это будет свидетельство о праве собственности, это будет основание для владения пережившим супругом. То есть нужно смотреть документы всегда основания, на основании чего приобретена была вами квартира. Еще раз повторюсь, если это возмездное приобретение, то супруг будет иметь даже право владения. Если же вы приобретали имущество на безвозмездном основании, это либо вам кто-то подарил эту квартиру, либо вы ее приватизировали. Да, супруг тогда не будет иметь право владения, у него нотариус не выделит право собственности, как пережившему супругу. Но вместе с тем, как вы правильно указали, вы можете это распоряжение указать в вашем завещании. Спасибо. У нас есть следующий звонок на линии, мы вас слушаем внимательно. Говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Вот это, Борисовна, я хотела узнать. Вот если человек хочет увидеть, что он сделал площадь, покупает, хочет купить квартиру, кто понравился человеку, но на большей площади, но там есть вот несовершеннолетние, значит, здорово на подвече выставляют. Вообще, какой пакет документов? Скажите, что должно быть пакет документов? За каждого человека от детства, вот когда будет спать, а сейчас идти, вы сейчас на лестнице. В общем, про пакет документов, скажите, что должно быть. Спасибо. Поняли, связь не очень. Да, слышно, вас, к сожалению, не очень хорошо. Насколько я поняла вопрос. Вы хотели бы уточнить список документов, необходимых для удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества, доля в праве собственности на которой принадлежит в том числе несовершеннолетнему гражданину. Прежде всего, как я уже сказала, вы должны обратиться, вы, либо законные представители, если таковыми являетесь вы, значит, это вы, либо мама и папа, которые являются законными представителями несовершеннолетнего, должны обратиться в органы опеки. Они оформляют согласие, получают, приходят к нотариусу с правоустанавливающими документами на недвижимое имущество, и наверняка было получено ранее свидетельство о госрегистрации права. Еще один документ, который вам нужно самостоятельно предоставить для оформления договора купли-продажи, это справочку с места жительства. Кто зарегистрирован по месту жительства в той недвижимости, которую вы отчуждаете. Иные документы сейчас запрашивают нотариуса самостоятельно через Единую информационную систему. Нотариус запросит выписку из Единого государственного реестра прав, в которой будет содержаться сведения о наличии, либо отсутствии обременений, либо ограничений, право притязаний, иных арестов, которые могли быть зарегистрированы на отчуждаемое недвижимое имущество. Нотариус запросит кадастровую стоимость посредством также обращения к государственному кадастрову недвижимостью. Все иные документы, которые нотариус может заказать в электронном виде, он все закажет. Что нотариус может от вас еще потребовать? Это согласие супруга того лица, который приобретает недвижимое имущество, потому что на покупку с 2016 года, это были январские еще изменения, также необходимо согласие того супруга, который не участвует в сделке, то есть согласие супруга покупателя, другими словами. Это, конечно, нотариус попросит, либо чтобы вы сделали до удостоверения сделки у него, либо у другого любого нотариуса. Самое главное, чтобы была соблюдена форма, нотариальная форма этого согласия. И также, если продает один гражданин, он титульный собственник, на продажу, естественно, тоже нужно согласие на распоряжение недвижимым имуществом. Это весь пакет документов на сегодняшний день, который затребует нотариус, чтобы вы ему принесли. Остальное мы помогаем гражданам, запрашиваем самостоятельно. Спасибо вам большое и за помощь гражданам в том числе. 202-11-22, телефон у прямого эфира программы «Территория права». Мы продолжаем работать в прямом эфире и продолжаем принимать ваши звонки. Что же делаем это? Добрый вечер, говорите алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, слушаем. У меня вот такой вопрос. У меня ребенок прописан в квартире бывшего мужа. Муж с дедушкой умерли, они остались как вдвоем, там, брат и дочь. Квартира неприватизированная. Он может что-нибудь сделать, чтобы ребенка выписать, а тут ребенка 18 лет? Спасибо. То есть ребенок у вас уже совершеннолетний, да, насколько я поняла? Вы на линии еще, алло? Да-да. Ребенок? Совершеннолетний ребенок? Да, совершеннолетний. Кто еще прописан в квартире? Ну, только вот брат и она. Получается, дядя и тетя, да? Нет, дядя и дочь моя. Все лица, которые прописаны в квартире, вправе приватизировать эту квартиру. Исключение оставляют несовершеннолетние граждане, которые прописаны были, например, по одному адресу, а с момента совершеннолетия они были прописаны еще и по другому адресу и тоже желают приватизировать. А этот объект неприватизируемый, он не входит в состав наследства. Вам нужно обратиться с вопросом о приватизации этого жилого обмещения. То есть выписать, снять с регистрационного учета никто в праве не может? Нет. 17-летнюю девушку? Нет. То есть здесь ваш совет, лучше, наверное, обратиться за приватизацией? Обратиться за приватизацией однозначно нужно. Да, квартира не приватизирована, пока это не собственность. Она считается муниципальной собственностью? Объектом наследования не является. Спасибо, Инна Борисовна. Продолжаем принимать все ваши звонки. 202-11-22, телефону прямого эфира, программа «Территория права». Что же, продолжаем. Как известно, изменения коснулись и места заключения договоров. Вот что изменилось, Инна Борисовна? Очень существенные изменения у нас также с 3 июля 2016 года. До этого такого не было. В основе законодательства нотариази всегда было некое ограничение, что каждый нотариус удостоверяет договоры по отчуждению недвижимого имущества на территории того нотариального округа, в котором работает, находится его нотариальная контора. На сегодняшний день отменено ограничение на удостоверение нотариусом договоров недвижимости по месту его нахождения. По месту нахождения его в нотариальном округе. Теперь удостоверение договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества производится нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из нотариальных округов. Самое главное, чтобы это было в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которой находится это недвижимое имущество. Это коснулось именно отчуждения договоров об отчуждении объектов. Часто обращаются с вопросом, порой эти бывают вопросы, связанные с наследством, потому что человек умер в одном городе, а он наследовал несколько объектов в разных городах. Москва, Петербург, Самара. Также есть нововведение законодателя, которое говорит о том, что договора об отчуждении объектов недвижимого имущества, находящихся в разных субъектах Российской Федерации, производятся нотариусом, осуществляющим деятельность в любом из нотариальных округов, расположенных в пределах одного из субъектов Российской Федерации, на территориях которых находится указанное имущество. Это большая помощь всем гражданам и наследникам в том числе, которые вправе распорядиться с недвижимым имуществом. Спасибо большое. Продолжаем наши разговоры, продолжаем принимать ваши звонки. Телефоны вы видите на экранах. Это прямой эфир программы «Территория права». Дозванивайтесь к нам, пожалуйста. Но вот, как вы уже озвучили, внесены изменения в части введения списков участников открытых акционерных обществ. Что же ожидает нас в связи с этими изменениями? Немножко поправлю вас, скажу, что это будет относиться только к обществу с ограниченной ответственностью. То есть это некий список, документ. Что он из себя представляет? Перечень лиц. Перечень лиц, которые на сегодняшний день входят в список участников, которые имеют статус владельца доли в обществе с ограниченной ответственностью. Приведу банальный пример, что, возможно, побудило законодателя, в том числе, возможно, побудило законодателя и к такому нововведению. Гражданин, владелец долей в уставном капитале, он же является и директором. Директор, как исполнительный орган, является ответственным лицом за введение списка участников в обществах с ограниченной ответственностью. Он подписывает некий документ, в котором обозначены Иванов, Петров и Сидоров, что действительно такие лица владеют долями в этом обществе, что их доли не обременены, что их доли не арестованы, и что на сегодняшний день действительно граждане с такими фамилиями, именами и отчетами являются законными владельцами. Если, к сожалению, этого гражданина не будет в живых, что-то с ним случится, такого лица нет в обществе, который может подтвердить списком участников и дать за своей подписью такой список. Конечно, у нас есть Единый государственный реестр юридических лиц, который непосредственно нам подтверждает тоже актуальность сведений, но все-таки это является неотъемлемым документом, который требует нотариус по ряду наших методических рекомендаций. Вот законодатель ввел такую процедуру, согласно которой исполнительный орган, директор, может обратиться к нотариусу с просьбой, чтобы нотариус внес информацию в Единую информационную систему нотариата, чтобы нотариус посредством такой записи в Единой информационной системе нотариата удостоверил верность списка участников. И в любой момент, когда необходимо взять такую информацию, гражданин может обратиться к нотариусу и истребовать такую информацию. Новеллы федерального закона предоставляют возможность, пока не обязанность, но возможность передать введение этого списка нотариуса и в рамках Единой информационной системы нотариата. Информационная система актуальная, всегда дает нам четкие возможности внести данные в определенный день, в определенную минуту. Никогда ни одну запись невозможно изменить, поэтому актуальность и надежность тех данных, которые будут вноситься нотариусами в части введения списков, очень важны. Я привела банальный пример, с которым, к сожалению, можно столкнуться, но и по сделкам с обществом с ограниченной ответственностью, по долям с такими обществами тоже очень актуальна будет иметь место информация, которую выдал именно нотариус. Спасибо, Елена Борисовна. Принимаем мы звонок от телезрителей. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, алло. Говорите. Да, слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем. Да, вы в эфире, говорите. У меня такой вопрос. Пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня в собственности одна вторая дача. В наследство я вступила 7 лет назад, но в собственности ее не оформила. У меня такой вопрос. Могу ли я оформить свою долю без второго наследника? И как продать свою часть и куда обратиться? Какие документы нужны? Спасибо. Спасибо за вопрос. Наиболее частая ситуация, когда наследники порознь вступают в наследство. Это абсолютно нормально. И, конечно, несмотря на то, что вы уже такой длительный срок не оформляли ваши наследственные права, законодатель не ограничил ни одним сроком. Вы в любое время можете обратиться к нотариусу, чтобы оформить ваши наследственные права. Единственное, задаю вам вопрос, и вы на него сами тоже ответите. Обращались ли вы единожды к нотариусу? Писали ли вы заявление о принятии наследства, не оформив наследственные права? Либо, возможно, вы проживали вместе с наследодателем? Если вы проживали вместе с наследодателем на день его смерти, никаких сроков вообще не существует. Если вы оформляли заявление о принятии наследства, вы должны были обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев. Если ваша ситуация такова, что вы обратились к нотариусу в течение 6 месяцев и впоследствии не оформили своих прав, то вы можете обратиться к тому нотариусу, у которого открыто наследственное дело, и оформить прочитающуюся вам долю. Вне зависимости от согласия других наследников, вне зависимости от того, будут ли они оформлять свои наследственные права или нет. Также, пока ничего не собираетесь из документов, только лишь обратитесь к нотариусу, так как много документов мы сейчас запрашиваем сами посредством электронной базы. Впоследствии, да, вы захотите продать свою долю. Все участники долевой собственности имеют право, преимущественное право покупки, в рамках статьи 250 Гражданского кодекса. Вы прежде всего должны будете им сообщить о намерении вашим продать долю в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, которое вы унаследовали вместе с другими наследниками, известить прежде всего их о цене продажи и о вашем желании продать третьему лицу. Что имеют, какие права участники общей долевой собственности? Они вправе приобрести эту долю, продаваемую вами, в течение месяца на тех же условиях, на каких вы озвучили, то есть по той же цене, по какой вы предполагаете продать. Если они никаким образом не проявят свое желание приобрести именно продаваемый вами объект, тогда вы вправе продать это третьему лицу. Скажите, пожалуйста, Инна Борисовна, а уведомлять о продаже своей доли нужно в присутствии нотариуса или это можно сделать в свободной форме? То есть впоследствии потом как доказать то, что ты предлагал со собственником приобрести эту долю? Конечно, это лучше сделать в публичном порядке через нотариуса. Но вместе с тем есть некая альтернатива. Я сейчас озвучу нотариальный порядок. Вы приходите к нотариусу, нотариус вам помогает составить грамотное заявление с существенными условиями договора купли-продажи, правильно разъясняет статью 250 тому гражданину, которому направляется письмо, ведь он может ее не знать, чтобы у него был четко написан текст, что в течение месяца он вправе не договориться с вами, а приобрести, законодатель четко сказал, приобрести эту долю. Нотариус оформляет заявление и оформляет передачу такого заявления по тому адресу, по которому вы обозначите, где живет сособственник. Конечно, есть еще одна небольшая альтернатива – передать такое заявление через телеграф путем направления телеграммы. То есть с уведомлением? С заказным уведомлением, да. Обязательно, если будет такой вами выбран способ, нужно истребовать от отдела почтовой связи, либо это вы обратитесь в Ростелеком, копию той телеграммы, которую вы направляете, чтобы был виден текст. Впоследствии вы придете к нотариусу с этой телеграммой, и нотариус должен убедиться, что сособственнику известны были существенные условия, правильно обозначены сроки и верно изложена 250-я статья. Более того, вы обязательно должны направить эту телеграмму в рамках правил почтовых направлений, заказным путем с уведомлением. И такие документы вы должны тоже принести на обозрение к нотариусу, с тем самым, чтобы нотариус все просмотрел, верно ли была исполнена вами обязанность в рамках статьи 165.1 Гражданского кодекса, предусматривающей, что вы должны направить извещение любым доступным вами способом. И если не будет никаких вопросов, уже в рамках бесспорной юрисдикции удостоверить сделку. Спасибо большое. Инна Борисовна, наше время подходит к концу, а мы уже не успеем принять звонки от вас, уважаемые телезрители. Подводя итог резюме нашего с вами сегодняшнего разговора, что изменилось в правилах отмены доверенности, ну и по сегодняшнему разговору? Не могу не затронуть вопрос об отмене доверенности, потому что это важно, это актуально, и возможно еще совершение нотариальных действий по исполнительных надписи будем озвучивать на приеме у каждого нотариуса. Отмена доверенности – важный и острый вопрос. Прежде всего я хочу сказать, что и сейчас есть реестр отмененных доверенностей. В Федеральной Нотариальной Палате вы заходите в интернете, быстро находите. В последствии также это будет реестр отмененных доверенностей, в которых вы будете проверять не только реестровый номер и возможно отменена она или нет, но еще и подлинность такой доверенности. Также изменен тот факт, что если вы отменили доверенность и если вы вынесли ее через нотариуса в единую информационную систему, это уже обязанность нотариуса, для третьих лиц впоследствии это будет означать, что вы надлежащим образом известили поверенного, и он уже не вправе совершать действие по вашей доверенности. Инна Борисовна, я не могу не задать вам вопрос. Граждане все время звонят и задают вопрос по генеральным доверенностям. Так вот, существует она или она уже, как говорится, канала в лето, это уже не актуальный вопрос. Есть ли генеральная доверенность? Ну, я думаю, что ни один из нотариусов не любит вот такого названия, потому что нужно разговаривать с каждым гражданином. Для одного гражданина представление генеральной доверенности это продать, купить, обменять. Для другого генеральная доверенность это просто получение каких-то денежных вкладов. Каждый раз вопрос решается о содержании доверенности на личной консультации. Такого понятия нет, всех возможных ситуациях, к сожалению, предусмотреть невозможно. Доверитель, обращайтесь самостоятельно к нотариусу, и он вас проконсультирует по содержанию. Да, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за очень информативную беседу. Спасибо за разъяснение гражданам. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Нотариус Инна Борисовна Хайкина сегодня отвечала на ваши вопросы. Всего доброго. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!